Вы знаете, я постоянно езжу в Грузию, я люблю Грузию. И сейчас вот был в Батуми на 80-летие моего друга Вахтанга Кикабидзе. Я вам хочу сказать, что наших чиновников надо собрать и вывезти в Батуми и в Тбилиси, просто показать им, как люди живут. Я уже думал вывезти и оставить. Нет, они там никому не нужны. Они там никому не нужны. Не надо их вывозить. Потом где мы их ловим? Дело в том, что Батуми и Тбилиси это космос. Тут Саакашвили ругают, тут говорят, что он неэффективный или какой-то еще. Да, ребята, сделайте хоть то, что он сделал. Хоть то, что он. Так его уже нет, а дело его живет. Потому что грузины поняли, что лучше жить по законам. Что это выгоднее, это лучше. Поэтому я повторю свой тезис, который я... Он не зрозумел, или их смусил это зрозуметь? Кто не хотел понимать, того заставили. А кто понял сам, тот понял. Но оказалось, для нации это лучше. О чем свидетельствует огромный... Дима говорит абсолютную правду. Знаете, мне одна вещь интересная. Я всегда... Мы с Кахой когда-то сидели, Каха когда живой был, и обсуждали... Бендукидзе, Каха. Да, обсуждали эти вещи. Каха сказал, всегда нужно приводить в пример, чтобы люди понимали Аргентину и Швейцарию. Сто лет назад Аргентина была развитой экономикой, очень сильной. И это была одна из лидирующих стран мира. Но в Аргентине были вот... Я часть этого всего. Вот такие люди были, которые там рассуждали очень много, философствовали. А Швейцария была бедной страной. И люди понимали, что так жить дальше нельзя. А вот теперь прошло сто лет, посмотрите на Аргентину, и вот такие люди были как вы. И посмотрите на Швейцарию. Швейцарию. Швейцарии дали 150 миллиардов долларов. Подождите. Ей дали, потому что она этого заслужила. Продолжая разговор о Грузии, просто съездить в Батуми, посмотреть, во-первых, я и над городом чуть-чуть полетал на канатной дороге, посмотрел вид сверху. Но просто посмотреть даже с набережной на это огромное количество шикарных гостиниц, небоскребов, пляжей и так далее. Ну это фантастика. Дмитрий, а вот можно вы сейчас скажете нам, и бачите так же, что лекуются грузинские чиновники в Грузии после медицинской реформы? Ну, правда. Или в Украину едут? Кто-то едет в Украину по каким-то моментам. Я хочу сказать, что в Грузии шикарная медицинская реформа прошла. Я говорю об этом как человек, который с тремя министрами здравоохранения Грузии ездил по больницам тбилисским, по самым обычным. Ребята, это космос. Если из наших вонючих киевских больниц, многие вонючие, где лежат на продавленных матрасах, в коридорах грязных люди, им не оказывают помощь. Если они попадут в Тбилиси и посмотрят, что там происходит, они сойдут с ума просто. Да там хирурги получают, хорошие хирурги, которые делают много операций на потоке, получают 8, 10, 12, 15, 18 тысяч долларов в белую в месяц. О чем мы говорим? Многие украинские великие хирурги туда ездят. Работают там, конечно. Они ездят, оперируют там, у них там 2 месяца раз. Я заканчиваю. Я хочу повторить свой тезис выхода из всего этого, не хочу слова непечатное употреблять, в котором мы 27 лет находимся. Выход этот простой, о чем я говорил практически всем олигархам глаза в глаза, практически всем президентам глаза в глаза. И повторю еще раз его. Я его на телевидении уже озвучил раз 10. Все начинается с воли первого лица. Первое лицо после инаугурации должно собрать держателей государства Украина, олигархов и влиятельных лиц. Их не так много. И сказать, ребята, мы уже наворовали столько, что у нас из горла лезет. Давайте договоримся. Мы все наворовали, и я, и вы, условно говоря. Давайте договоримся. Ни у кого из вас ничего отбирать не будут. Иначе война. Сейчас мне скажут, нет, надо отобрать, посадить. Нет, тупиковый путь. Ни у кого из вас ничего отбирать не будут. Завтра Верховная Рада законодательно это утвердит. Но с завтрашнего дня мы начинаем жить по правилам. Самое главное в любой стране, в любой семье, в любом высшем учебном заведении, в любой милицейской академии, я не знаю, где угодно, игра по правилам. Закон есть, нужно его выполнять, добиваться выполнения, наказывать за невыполнение. А дальше... Дмитрий, знаете, в компьютерных играх есть такое понятие, как... Сейчас, сейчас, извините, я закончу. Я закончу. С завтрашнего дня мы начинаем жить по правилам. Правила эти прошли испытания в Швейцарии, в Германии, в Соединенных Штатах. Вот они. Изучайте, учите матчасть и предупреждаю всех, и себя в том числе. Если после этого, да, еще предупредить олигархов, если мы будем выполнять правила, те, у кого сейчас по 3 миллиарда, капитализируются вместе со страной, у вас будет 12 через несколько лет. Как мне Саакашвили рассказывал про Шеварнадзе, я не знаю, батча знает это, про зятя Шеварнадзе, он владел телекомом. Когда Саакашвили пришел к власти, стоил телеком это 250 миллионов долларов. Когда Саакашвили уходил, он стоил миллиард долларов. Дмитрий, понимаете... ...влечет капитализацию каждого человека, в том числе и олигархов. Они должны своей головой прийти к тому, что они должны прекратить это воровство бюджета, это скотство. Воровать из бюджета своей страны. У нас богатая страна. ...вчет? ...вчет...